Это сенсация! Стрижки и маникюр. Всё в доступной цене. Настоящая, модная провокация. Провокации и даже пыткой считают эту рекламу жители дома на Пушкино, 27. А всё потому, что джинглы звучат из окна на первом этаже многоэтажки по 12 часов в день. В том числе и в выходные. Салон работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Это видео Елена сняла из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже, как раз над салоном. Женщина говорит, динамик установлен со стороны детской. И от того, что через него транслируются, не спасают даже наглухо закрытые стеклопакеты. От непрекращающейся рекламы, по словам Елены, страдают жители квартир с первого по пятый этаж. Это невозможно находиться в этой комнате. Я, находясь в этой комнате, идёт такой эффект, когда они не очень громко включаются, что как будто бы ты стоишь возле закрытого автомобиля, а в автомобиле играет громко музыка. Я даже слышу эту рекламу, вот эти вибрации, этот так называемый эффект, ну как бубнёж, находясь, например, в ванной комнате. На пятом этаже у нас вообще тяжело больной человек лежит. То есть невозможно открыть окно абсолютно сейчас стало. Салон открылся в середине марта. С этого момента люди пытаются договориться с его владельцами, чтобы дом прекратили использовать как рупор. Но тщетно. По словам Елены, ей бизнесмены предложили просто переехать. Мы попытались получить комментарий у администрации салона, но нам отказали в грубой и нецензурной форме. Зато ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. По заявлению жителей, его специалисты провели проверку и направили её материалы в районную прокуратуру. Обращение жителей рассмотрено. Специалистами отдела надзора по коммунальной гигиене проведены предварительные измерения уровня шума. В настоящее время с прокуратурой Пермского края согласовывается проведение внеплановой проверки. В прокуратуре поступления документов подтвердили и сообщили, что в ближайшее время их рассмотрят и выберут меры реагирования. Но, к несчастью жильцов, это может занять ещё минимум 7 дней. Тем не менее, по словам юристов, в это время жильцы вправе обратиться в стороннюю лицензированную организацию, чтобы та провела независимые замеры уровня шума. А с итогами этой проверки обратиться в суд. В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, это так называемый неготорный иск, статья 304, и защищает права собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. То есть, естественно, шум на улице не посягает никоим образом на ваше право собственности, и тем не менее, создаёт неблагоприятную для вас среду. Поэтому мы вправе поставить вопрос о запрете подобных действий. Как заявляют жители многоэтажки, терроризируемые рекламными джинглами, они намерены отстаивать свои права и далее. Естественно, мы хотим, чтобы данная реклама не звучала ни как внутри помещения, так и снаружи.